Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал Мистер Босс! Сегодня мы с вами продолжаем обзор модов для Спинтайрс Мудрана. И сегодня нам на обзор попал мод EHC7400. Тюнингованный, как написано. Добавлена камера водителя, немного изменен внешний вид, добавлены новые аддоны, новые колеса, новые выхлопные трубы. Это уже второй мод, который мы тестируем от данного мододела. Автор Avadon. Я не знаю, это русский или иностранец, бог знает кто такой, но в общем уже второй мод мы с вами здесь наблюдаем. Ссылочка на мод, как всегда, в описании у нас. EHC7400. Я даже не знаю, что это за грузовик. Знаешь, если русский, может быть, услышишь меня, увидишь обзор, я не знаю, какое-то описание хоть про машину рассказать, что ли. Но, один мод мы его смотрим. А че он сам завелся? Слушай, ну прикольный звук это, да? Смотри. Слушай, прикольный звук завода был. Ладно, поехали. Сначала по текстуре. Текстура у нас просто-напросто отсутствует. Разглагольствовать что-то я не буду. Вы сами прекрасно видите, что текстура здесь не запеченная, текстура какая-то непонятная. Просто с пейнта взята, грубо говоря, да? Зато опять упор идет на тюнинг. Сзади у нас идет такая надпись Harvester здесь. Провода у нас такие идут. И колеса такие все с белыми полосочками. Тоже интересно смотрится. Мишленовская резина. Весь такой тюнингованный, да? Но анимация клюза лебедки у нас здесь просто-напросто отсутствует. И анимация топливных баков тоже, ребятки, отсутствует. И это, конечно же, уже мы ставим за это минус. Спускаемся вниз. Анимация кардана у нас присутствует. Заводим. Классный звук завода, да? Такой сигнал типа прошел потом. Ох, нехуй я ты громкий, братан. Смотри, чуть-чуть нажимаю газ. Ну-ка, ручник. Ручник. Нету звука ручника. Вот, нажали ручник. Нету. Отпустили ручник. Нету. Нету звука ручника, к сожалению. Фары включаем. И опять у нас такая же фиолетовая. Харень здесь. Что это такое? Почему она здесь появляется? Я это не понимаю. За это мы опять же с вами просто-напросто снимаем минус. Она еще и днем у нас это горит. Явно с освещением что-то здесь какие-то проблемы. Сигнал идет от легкового автомобиля даже у нас. Интересно. Точки зацепа у нас. Три точки зацепа идет спереди. Одна точка зацепа идет сзади. Сбоку ни одной точки зацепа у нас, к сожалению, нету. Когда мы с вами газуем, вот эти крышечки, они у нас, к сожалению, не анимированные. Садимся внутрь. Во-первых, сразу посадка. Мне не нравится. Посадку надо немножко подальше, немножко пониже, чтобы было видно руль. Анимация руля присутствует. Красава. Это уже намного интересней. Анимация руля присутствует. Торпеда очень крутая. Очень крутая торпеда. Все контрастненько, да? Ничего не замылено. Все кнопочки, все рычажки. Бля, за торпеду, конечно, тебе лайк. Молодец. Когда молодец, тогда молодец. Но за текстуру салона, блядь, дизлайк. Ну что это такое? Ну это покраска опять такая херовая, блин. Даже сделал в зеркала такие фотографии, поставил классно. Это молодец за оригинальность. Но почему-то у зеркал не видно изнутри, по крайней мере, вот этой рамки. Это очень странно, это непонятно. Но за саму панель приборов, реально лайк, реально это здорово смотрится. Так, у нас, значит, здесь идет 2200 литров баг. 2200 литров баг. Урон 5000 очков. Братан, ты на войну, что ли, собрался? Я не знаю. Куда ты столько урона постоянно ставишь? Стоп-сигналы у нас с вами горят. Задний ход. Лампочка также загорается. И даже есть у нас звуковой сигнал здесь идет. Переносимся с вами в гараж. Идет у нас 7-ступенчатая коробка передач. У меня всего 6. Как и седьмую воткну. Идет 7-ступенчатая коробка передач. Есть возможность подключения блока дифференциала. И есть возможность подключения полного привода. Переносимся в гараж. Смотрим, что у нас здесь идет по аддонам. Фулл танк. Аккуратненький такой. Свой аддон. Маленький, симпатичненький. С херовой, конечно, текстурой. Особенно сверху, да. Ну, какая-то там у нас перфорация даже присутствует, да. Но свой аддон аккуратненький у нас здесь идет. Это радует. Реально радует. Далее. Контейнер у нас. Стопки у нас, значит, 1000 литров перевозят. Контейнер, 4 очка гаража и 1500 ремонтных очков. Братан, это дохуя. Кон-их. Наверное, иностранец. А хотя лесовоз, смотри, этот называется. Ну, может, я думаю, где-то заспиздил просто. Лесовоз. Лесовоз недоступно, потому что необходимо поставить сцепку. Еще раз ставим лесовоз. Этот лесовоз мы уже с вами видели. Он везде у нас качуй. Кузов идет свой, родной. Во. Вот это красава. Кузов идет свой, родной. Сейчас мы его с вами погрузим. Тент идет у нас. Вот такой вот аккуратненький. Красавчик, блядь. Вот реально хорош. Вот это аддоны классные. Вот это я понимаю. Но. Что у нас идет в этом тенте? Ни топки, ни гаража. Для чего этот тент? Ой, ни топки, ни ремки. Братан, ты забыл прописать. Это минус. Это реально минус. Поставил аддон, но прописать забыл, не проверил. Дальше у нас пошли дефолтный бортовой полуприцеп, прицеп, гаражный фургон, полуприцеп, фургон, полуприцеп цистерна, сервисная тележка с цепкой и топливный прицеп. Ну что, по сути, меня интересует тогда вот этот кузов, потому что тот, ааа, то... Ух ты, блядь, нихуя, он полетел на это, смотри. Подожди, рывок. Первое. Фух, сразу такой рывок. С четвертой. С четвертой не хочется, второй тоже не хочет. Заезжаем сюда, смотрим, что он у нас здесь вообще загружает. Короткий. Четыре очка. Да иди ты нахрен, блядь. Какие четыре очка загрузки? Да чё? Какие четыре... Я вот за это, блядь, балл снимаю, ребят. Четыре очка погрузки. Вы чё, совсем шо, ли? Четвертая. Шестая. И полетел. И полетел, блядь. Блядь, какой-то он шустрый, да? На шестой. Братан. Ты, блядь, ему не хочешь проходимость поубавить, а? На шестой, семьдесят пятую грязь. С четырьмя очками погрузки. Поворот. Развор... Разворот у нас почти на месте идёт. Первый. Так, заводится медленно. Ну ладно. Это как бы не страшно. Первая. Четвертая. Шестая. Ну, на шестой он проходит, но первый под... Ой, блядь. Вы посмотрите. Я не снижаю проходимость, баллы за проходимость, но это реально перебор. Это реально перебор. Он просто с четырьмя очками, он вторая, он прям под... Третья, он прям подрывает из восемьдесят пятой грязи. Но это чит в чистом виде. Блядь, ну тебе самому не стрёмно? Если ты русский, блядь, посмотри обзор, отпиши здесь в комментариях. Нормальная моделька, блядь. Сделай её нормально. Зачем ты из модели делаешь чита какого-то? Блядь, а вот он наяривает, да, здесь? Вот он на... Я сейчас на шестой, думаю, в горку влечу даже. Посадку надо изменить. Подальше, камеру пониже. Как-то и самого посадить водилу пониже. Я не вижу дорогу перед собой. Что за хрень? На шестой, ребята. На шестой. С четырьмя очками погрузки. Вот на этом малыше мы просто с вами врываемся в горку. Тест камни. Ну, у меня, я уже вам говорил, включена эта лабуда, блин. Четвёртая, шестая. Седьмую я не могу включить, так как я на механике играю, да. Урон от камней мы, соответственно, здесь сейчас никакой не получаем. Я проверю. Вот, я говорю, вон, блядь, перестанавливать так неохота, а. Как я эту галочку не заметил? Может, она по умолчанию стояла? Тест на продольный переворот... Он не переворачивается, ты мне ещё хочешь сказать? Ебать. Он не переворачивается. Ты хорош, слышь? Воу, только вот так мы его смогли с вами здесь как-то заломить, и ещё он у нас упал. Ну, это прям в наглую мы с вами сделали, да. Поехали на точку погрузки. Я что-то не посмотрел, какие у нас здесь вылетают брёвна, ребят, при разгрузке. Четыре очка погрузки, скинуть груз. Четыре коротких бревна, которые мы с вами, опять же, обратно можем спокойно погрузить. По крайней мере, коллизии у бортов есть. У нас это дело на месте остаётся. Снимаем с вами тент. Снимаем с вами данный тент. Да, груз может быть потерян. Поехали, посмотрим его максимальную скорость, на что он у нас здесь рассчитан. Пополнить. 27 литров всего лишь мы с вами потратили. Первая. 16 километров в час. Вторая. 20 километров в час. Третья. 20. Он мгновенно набирает скорость. Четвёртая. 33. Пятая. 40. И последняя. Шестая. Я на седьмую не смогу сейчас переключиться. На шестой мы набираем с вами 47 километров в час. 47,8 километров в час. И урон получаем всего лишь 200 очков. Из скольки, блядь? Из пяти тысяч. 200 очков из пяти тысяч. Даже водила, посмотрите, сидит и говорит. Сань, чё за хуйня? Понимаешь? Вот он сидит. Я не люблю материться, но вот он сидит и говорит. Саня, хорош, бля. Зачем ты это делаешь? Зачем? Вернули его назад. Поехали, посмотрим, что у нас по тесту подвески. Как он подрывает с места, а, ребят? Особенно вот блок дифференса включить. Смотри. Шух. Рывок такой сразу идёт. Физика мостов. Ну, сами всё прекрасно видите. Физика мостов у нас просто-напросто отсутствует. Тоже минус балл. Братан, не так ты начал. Я это, по сути, твой второй мод вижу. Ну, бля, лажа. Реально лажа. Давай соберись, давай внимательнее. Вдруг вы это русский. Вдруг понимаешь. Соберись нормально, сделай моды. Подвеска ужасно настроена. Подвеска очень и очень просто жёсткая, ребят. Очень жёсткая. Поехали тест ванна проверим. Сейчас эти камни объ... Очень жёсткая. Он спрыгает, скачет как козёл здесь какой-то. Я не знаю. Ох, у него, конечно, рывок здесь идёт. Так, заезжаем с вами в воду. Блядь, ещё и вода в салоне. Ну, братан. Ёк, макарь, ёк. Минус балл ещё за воду тебе тоже здесь мы ставим. Под водой мы едем. Машина у нас не глохнет. Урон не получает. Двигается в воде, но двигается очень и очень медленно. Ну, у нас типа... Типа... Типа а-ля шнорки. Из-за этого урона у нас здесь с вами и нету. Не сюда, не сюда давай. Ручник. Ручник. Ручник идёт на все колёса. Включая передний. Включая передний. Включая задний. Что тоже не есть на самом деле хорошо. Давай на полной скорости. Да, залетает без проблем. Ручник зажимаем. Ой, тормоза зажимаем. И без проблем заезжает он у нас сюда с вами наверх. Вот у меня здесь есть асфальтированная площадка. Можем его здесь ещё как-то немного поэкспериментировать. Урон получает. И что, они не переедут? У тебя же нет физики мостов. Ты же должен это всё хавать вообще. Ты же читак, блядь. Ебама, рама. Ну, что это? Вот смотри, на асфальте он, конечно, подрифтить даже у нас может здесь, да? Я так понимаю, побольше бы ему площадку здесь. Но он ещё козлит, подпрыгивает вовсю. Перелетает всё это дело, да? Ребят, ну это такое, знаете, пофанится больше грузовичок сделано. Именно пофанится. Потому что как грузовик, перевозящий из точку А в точку Б, я его, честно говоря, просто вообще не воспринимаю. Он просто читерский. Посмотрите, как он здесь летит. Бляха ты, муха. Он просто... Вот, смотри, 85-е болото. На 6-е, ребят. 85-е болото. С ветками, с палками, блядь, с ёлками. Серж! Ты видишь эту хуйню? Что происходит, блядь? На 6-е по болоту херачит. Блядь. Пистос просто, ребят. У нас, знаете, такой мододел был. Я не помню, как его ник. Мододел такой был. Сейчас. Гараж, аддоны. Давай вот этот. Вот классно смотрится. Короче, какой-то пиндос был мододел. Ну, есть, в принципе, да. Он даже что-то там иногда выкладывает. Я тоже на него делаю обзоры. Ну, это трэш. Вот он выкладывает. У него все моды из категории трэш. И, видимо, появился еще один. Я не знаю, русский он, не русский. Пиндос, не пиндос. Появился еще один мододел. И его конкурент. Тоже выкладывает. Уже второй мод мы его тестируем. Да, тоже выкладывает из категории трэш. Ну, реально, блядь. Ну, соберись. Ну, сделай нормальный мод. Ну, серьезно. Задумка-то есть. Задумка-то есть ведь. Заводится, прикинь. А, вот почему. Мы сейчас получили с вами 2200 урона. А у нас запас 5000. Вот для чего это дело у нас все не установлено. Здесь, да. Первое, шестое, восемьдесят пятое болото. Ты думаешь, не пройдем? Да хер тебе. Мы везде пройдем, да. Просто найдем. Буксует. Ему здесь первую подрубишь. И он просто, вон, смотри. Вырывает аж. Ну, просто вырывает. Для чего? Кто на этом будет играть? Тот, кто хочет все карты проходить, просто не задумываясь, да. Для тебя вот данный мод тогда, братан. Ну, кайфа от игры-то, соответственно, никакого просто-напросто не получишь. Вот и все. Подрифтить здесь. Да. Он, он больше для фана, смотри. Подрифтить можно здесь, покататься на нем. Он больше сделан для фана, а не для прохождения, друзья. Трешмод. Сколько ему поставить оценку? Да, красавчик за саму модельку, например, да. Красавчик. Красавчик, что сделал какие-то аддоны свои. Фулл танк сделал топливо, да. Лесовоз это он прицепил. Кузов вот этот интересный. Для чего тент, который нет ни ремки, ни топки, явно забыл. Невнимательность. Для чего вот эти дефолтные херовины все, тоже непонятно, потому что если цеплять, то тогда что-то от Шишиги, наверное, это примерно по размерам, как идет Шишига, но все остальное в этом моде реально ужасно, ребят, очень ужасно, к сожалению, я ему много баллов не могу поставить, Мало поставлю с удовольствием, да, это реально 1-2 балла из 10, ну вот за приборку классно, молодец, и все, блять, и все, и больше не за что ему ставить, реально, что вы думаете, поправьте меня, автор, если ты русский, напиши в комментариях, не бомби только на меня, пожалуйста, я просто делаю обзор моды и все, А то есть мудоделы некоторые, которые прям на меня вообще там бомбят, орут, хейтят, матерятся и так далее, дизлайки ставят, поставь лучше дизлайк тогда и все, только не ори, пожалуйста, в общем, ребят, 1 балл из 10, хотя сама моделька очень даже ничего, очень даже неплохая, что вы думаете, пожалуйста, друзья, в комментариях, для тех, кто хочет на этом кататься, ссылочка в описании, всем счастья, здоровья, До новых встреч, пока-пока